Доброго времени суток зрителям и встреченным гостям нашего канала. С вами Росси, вы на канале роли GameOnline и сегодня мы с вами рассмотрим игру под названием Свон. Неизведанный Чернобыль. Игра позиционирует себя как научно-фантастическая фпс-голомоломка с элементами хоррора в жанре ужасов. Действие которое происходит как вы могли догадаться конечно же в чернобыльской зоне. Значит посмотрим что на себя представляет. Буду рад если вы оставите комментарий по поводу этой игры. Играли не играли будете ли брать. В стиме она стоит примерно 12 долларов. Возможно сейчас с небольшой скидочкой вышла. Но кстати в годовщину чернобыльской катастрофы 26 апреля. Ну правда конечно в 21 году. Ну что, перейдем к делу. В начало поехали. 26 апреля 1986 года. В районе города Припять на Украине произошла ужасная катастрофа. На реакторе 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС произошла авария. За которой последовал взрыв и радиоактивное загрязнение окружающей территории. Около 350 тысяч человек были немедленно эвакуированы. Вокруг электростанции ввели закрытую зону, растянувшуюся на много километров. Все здания и сам город были брошены. В начале 1987 года, через 9 месяцев после катастрофы, команда ученых из Московского физико-технического института, замеряя уровень радиации в зоне отчуждения, получила сигналы, говорящие о том, что там до сих пор находятся люди. Были также обнаружены необъяснимые аномалии, причина которых предположительно крылась в до сих пор неизвестном типе радиации. Оказалось, что в районе Припяти находится институт СВОН. Сокращение обозначает синдром without a name. Термин обозначает группу симптомов, не проявляющихся при какой-либо известной и описанной болезни. В научном центре много лет неофициально проводились исследования, ранее не встречавшихся нейропсихических расстройств. Институт остался незамеченным во время эвакуации, так как не был обозначен ни на одной карте. О его существовании на тот момент знали лишь несколько человек из Министерства внутренних дел СССР. После аварии они решили не проводить спасательные операции на территории института. Подробности о деятельности научного центра ученые получили от неизвестного человека. Институт был отрезан от остального мира. В него попадали люди со всех уголков мира. Случай каждого пациента был не похож ни на какой другой. Из-за своих способностей, появляющихся от неисследованных и недиагностированных болезней, пациенты были опасны для окружающих. Они жили в полной изоляции. Было решено оставить все в секрете, в том числе то, что институт был обнаружен лицами, не входящими в правительство. Ученые из Московского института вместе с Главной инспекцией Украины по вопросам радиоактивного загрязнения, а также с Генштабом, решили немедленно выслать команду для спасения уцелевших и обнаружения источника аномалий. Командой руководил Алексей Тарковский, профессиональный спасатель. После установления точных координат здания, команда прибыла на место и проникла вовнутрь. Но при невыясненных обстоятельствах участники операции были разделены и потеряли связь друг с другом. Пострадавшим от апрельских событий 1986 года в Чернобыле посвящается. Вот такие вот дела. Как по мне, очень неплохая такой закрутили сюжетик. Интересно, по крайней мере, интересно. Я не сильный фанат головоломок, но немножко с вами побегаем, посмотрим. Сюжет прикольный. Да, к сожалению, это была большая тяжелая катастрофа не только как бы для Украины, но и для соседних государств. Да, и вообще, наверное, для мира. Техноевная катастрофа — это очень и очень серьезно. Итак, я так понимаю, у нас галюны, мы потеряли сознание, приходим в себя. Давай, вставай уже, братан. Я с перепоя проще встаю. Так, комната. Дверь, дверь, дверь. Двери заблокированы. Ясно, понятно. Так, это что, дневник? Личные заметки. 10 февраля 1987. Так, миссия началась 10 февраля 1987 года в 8.00. Спасательная команда под моим началом состояла из 7 человек, включая меня. Мы летим вертолетом в район института СВОН. Собираемся проверить данные, полученные из анонимного источника. Если они будут подтверждены, предвидится скандал масштабами, не уступающий Чернобылю. Этим скоро заинтересуется иностранное государство. Мы и так привлекли к себе внимание Чернобылем. Странно, что никто не узнал о существовании этого центра. Я не намерен держать это в тайне. Но сейчас наша задача спасти этих несчастных, застрявших в институте. Мы готовы им помочь. У нас есть лекарства, оборудование и профессионалов. Список участников операции. Я, Алексей Тарковский, спасатель. Григорий Васильев, врач. Анатолий Абрамович, спасатель. Радамир Богомазов, ученый. Егор Дубинин, спасатель. Вячеслав Воронин, врач. Петр Островский, спасатель. Хорошо, отлично. Все, закрываем. Давайте идем дальше. Взять фонарик. Так, наши предметы. Чтобы открыть, закрыть. Открытое снаряжение ставится на время на паузу. Фонарик взят. Один, чтобы включить и выключить фонарик. Дневник поднят. Понятно. Секретные предметы. Это наша сумка. Инвентарь. Понятненько. Так. Прощай, Алексей. Очень, вы знаете, так уже настраивает на хорошие мысли. Прощай, Алексей. Так. У меня отобрали дом. Это печально. Почта СССР. Здесь небезопасно. Мы можем порыться в ящичках. Так. Ну, присаживаться мы не можем. Прыгать можем. Ну, и думаю, бежать на шифте. Стандартные настройки. Так. Ну, ничего тут интересного нет. Поэтому выходим дальше. Шифт, чтобы бежать. Нас уже подготавливают к интересным этим. Думал, что это можно будет прочитать на информацию. Нельзя. Двери заблокированы. Ладушки. Тоже заблокированы. Так. Потушим фонарик. Он нам пока не нужен. Угнетает, что нет никакой музыки. Блин, темно, как в жопе. Освещение, конечно, так прикольно сделали. Так. Дверь. Наконец-то ее можно открыть. Двери закрыты на ключ. Хорошо. Что нам? Значит, надо найти ключ. Как я понимаю. Здесь вернемся. Стоп. Подождите. Я тут же вроде... Или я пропустил. Или я не обратил внимания. Мы тут... Оп. Стоп. Откуда я вышел? Я же вышел... Нет. Тут я точно не был. Странно. Схематичная карта электростанции СРСР. Так. Прочитайте. С тех пор, как произошла катастрофа, телефон звонит все реже. Надеюсь, профессор Кайдановский знает, что делает. Аномалии усиливаются, а пациенты все чаще теряют сознание. Уже и моя психика с этим не справляется. Понятно. Телефон. Че, мы позвоним? Куда? Кому? Зачем? Почему? Воспользоваться? Че? Кто там? Блядь, нихрена не понял. Очень интересно, что это только что произошло. Я надеюсь, вы кирпичики не отложили, потому что это было изи-бризи. Знаете, я просто только так тяжело моргнул. Не понял, что это было. Так, мне надо ключ. Здесь я не вижу его, точно. И тут я его не вижу. Возможно, где-то в ящике. Это записка. Ладно, для начала пойдем посмотрим, что дверь. А, коридор уже другой. Я оттуда пришел. Значит, я просто пропустил. Блядь, что-то нихрена не могу понять. Давайте идем опять сюда, к этой двери. Двери закрыты на ключ. Значит, ключ сейчас же нужно будет найти. Еще раз вернемся сюда. Нет, ящики тут не открываются. Здесь ничего не лежит. Значит, получается, ключ не тут. Понятно. Ладно. Едем обратно искать ключ. У меня шоу нету? Фонарик. Дневник. У меня ключа нет. Побежим опять сюда. Блядь, ну... Ну, этого же всего не было. Ну, это же не гулины у меня, ребят. Вы будете смотреть видео, потом, может, перемотаете, посмотрите. Этого не было здесь. Прикольно. Мне нравится. Что, телек-ключи можно включить? Я бы посмотрел. Телеми-миллиметрян, где... Так, детектор. Кого? Лжи. Перемещаем в снаряжение. Хорошо. Еще это записочка. Я оставлю тебе в шкафчике детектор, на случай, если опять появится эта дрянь. Не забудь выключить свет, когда заметишь, что она приближается. Только детектор не сломай. Надеюсь, мы еще увидимся живыми. Мило. Вопрос по поводу ключа остается открытым. Здесь тоже ключа нет, как я понимаю. На полу ничего не лежит. В холодильнике, я думаю, тоже. Так, давайте посмотрим, что у нас за детектор. Детектор излучения типа К. Кайдановского. И ионизированного обнаруживает. Радиоактивное заражение определяет его уровень. Хорошо. Ой, случайно нажал. Так, закрываем. Ну, пойдем. Так, я пришел слева. Но ключ я так и не нашел. Идем дальше. Двери заблокированы. Звезда. Тут, наверное, какой-то начальник сидел. Электрощитовая. А не тушитель, интересно, заправлен или нет. Выключу фонарик, пожалуй. Радио. Ленин. Такой молодой и юный. Октябрь впереди. Если вы понимаете о чем я. Это что? Нет кассеты. Нет кассеты, нет кассеты. А вот и кассета. Послушаем ее сейчас. Тут что? Нет доступа к сейфу. Жалко, что особо дверь нельзя открывать. Я вот не люблю, когда двери открыты. Так, шкафчик. Воспользуется компьютером. Обратите внимание, ребята. Это 87-й год. А какой кошерный компьютер здесь стоит? Так, давайте пока еще почитаем. С наилучшими пожеланиями дорогому товарищу Каидановскому. Дорогой Андрей, друг, мы, твои партийные товарищи, хотим еще раз сказать, как мы все счастливо работать вместе с тобой. Твой вклад неоценим. Ты настолько делаешь для развития и укрепления нашего сообщества. Мы искренне верим в то, что благодаря твоей работе наше дело будет развивать, а дружба укрепляться. Спасибо за то, что ты приехал на торжество вручения знаков отличия. Помни, что ты всегда можешь рассчитывать на нашу помощь. Слава Украинской Советской Социалистической Республике. Слава Союзу. Вот так вот. Дорогой Андрей. Что алкоголь? Почему он не тронут? Так, у нас есть кассета. Сейчас мы ее послушаем. Можно его смотреть с компьютером. Давайте сначала компьютер. Ага, тут нужно ввести пароль. Все понятно. Первый квест у нас появляется. Давайте сначала тогда послушаем кассету. Ее случай был одновременно захватывающий и ужасный. Один. Не знаю как, но из-за этой монотонной и, казалось бы, забавной мелодии, эта женщина появлялась практически из ниоткуда. Три. Это своеобразный контраст. Совершенно невинная мелодия предвещает ужас. Девять. Поразительная красота. Четыре. Ну, как я понял, 1394 это код к компьютеру. Попробуем. Просто они так явно выделяли это все. Так, значит, 1394. Приветствуем в системе института SWAN. Идет загрузка файлов. Загружено. Кайдановский компьютер. Система активна. Меню. Главный экран. Так, заметочки. Возбудитель SWAN. Капсула связи. Создание института SWAN. Возбудитель. Так тяжело написано, если честно. Так оно как прикольно, конечно, под старину, но глаза немножко режет. Я уверен в существовании возбудителя SWAN. И я твердо верю в то, что могу до него добраться. Если бы это было не так, весь этот проект, институт, оборудование, штат сотрудников, все это было бы, точнее, всего бы этого не было. Все это сводится к одной единственной цели. Обнаружить и уничтожить возбудитель, из-за которого у всех собранных здесь пациентов обнаруживаются исключительные, уникальные способности. Армия ждет результатов. Пока есть финансирование, работа будет продолжаться. Капсула связи. Капсула связи кое-что особенное. Так же, как и... Mi Elephone или Telephone, я не знаю, что-то ему прочитать. Короче, с самого начала это был наш самый масштабный проект, хотя разрабатывался он и продолжает разрабатываться в исключительно тяжелые для нас времена. И не для того, чтобы создать или делать открытие, а для того, чтобы уничтожать. Но когда ситуация вышла из-под контроля, из-за этого проклятого происшествия, начала происходить такая чертовщина. Мы были вынуждены искать помощи. А кто бы нам помог? Партии, министерству? Эти уроды. Уже поздно. Создание институцион. Блин, не хочу читать, короче. Вы я так вот немножко этот. Прочитайте, кому будет интересно. Сейф, статус, икс, открыть. Есть такое дело. Выйти. Всегда в таких играх нужно поворачиваться аккуратно. Так, что здесь у нас? А у нас тут ключ, ребятки. Радио заиграла. Но я его не включал. Хорошо. А если мы... Как его использовать? На горячих клавишах нету. Ага. Собранные заметки у нас здесь. Все появилось. В заметочках документы. Милофон и фильтр нода. Понятно. Личные заметки. Сообщение. Подпрыгнуть, бежать, использовать предмет. Чтобы использовать предмет E. Бежать. Shift. Space. Закрыть фонарь и гневник. Понятно. Срочные заметки. Все, тут все ясно. Тут все ясно и все понятно. Не люблю я это радио. Опа. Добрый вечер. У тебя что с вами? Ничего такая высокая. Опа. Так. Какая-то штука друга включилась. Идет заметка. Ага. Интересно. Если она дойдет до красного, то что будет? Ни хрена не могу понять. Очень интересно, но ничего не понятно. Давайте еще раз прочитаем. Ну, я понял. Уровень у него большой. Да, хорошо. И как мне теперь? А. Выключить свет. Теперь что я пойду в тюрьмоту? Да. Да ну нахер. А если выключить радио? И включить свет. У нас равно стоит. Но я-то радио уже выключил. Очень интересно, но ничего не понятно. Хорошо. А что если нам? Еще раз давайте откроем заметку. Сейчас. Я хочу его взять. Не понял. А, тап. Блин, я извиняюсь. Так. Где здесь? Тенскрипция. Слон. Поиск возбудительства. Создание. Заметка. Метка сотрудника. Нет. Ага. Короче, попробуем сейчас пройти тогда. Я выключаю свет. Иду к окну. Пробуем пройти под краем. Блядь. И ни хрена непонятно. Куда я иду? Зачем я иду? Что ли включить? Прошел я этот угол? Не прошел. Короче. Сохранено. Наш прошел. Хорошо. Уже лучше. Все. Идем к той двери. Вот такая вот, ребятка, у нас игра. А может, мы к той двери уже идти не будем. Надо теперь рассматриваться. Выйдем на свет. Выйдем на свет. И тут, наверное, закончим наш обзор данной игры. Ставьте лайки. Ставьте дизлайки. С вами был Росси. Оставляйте комментарии. Это был канал Роли Гейм Онлайн. Всем пока. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...